Канонизирует ничего, об этом нет. А вот сидит какой-нибудь там Герасим, у которого занозу только вытащил из лапы льва. Его канонизировали один, один Герасим, никого нету. И лев-то еще самоубийца, поднялся, грохнулся об землю, тоскуя о Герасиме. А Герасим Петрович Павлов, который столько изобрел духовного, переводя нам Слово Божие. Псалтырь, Евангелие от Матфея, это все его труды. Павский фамилия его, Павский. Воспитатель царских детей, преподаватель Духовной Академии. И когда он перевел Ветхий Завет для академистов, для лучшего разумения, а они налитографировали тогда, чтобы растиражировать, 500 экземпляров, власти узнали, что на русском языке Библии кинулись изымать и сжигать. Это же не за долгой революции было. С чем кончилось? А все-таки два или три экземпляра студенты сумели где-то спрятать. И потом, уже когда перевозить, уже дошло время, разрешено, этими переводами воспользовались. А на него было такое гонение. Воспитатель царских детей, ничего не могли сделать. Так кинулись архиереи и прочее. Император удивился. Ну почему? Он же доброе дело делает. Вы ничего не понимаете, царское величество. Если люди будут знать Библию на русском языке, в стране революция будет. Я так и ахнул. Это говорил там Филохи. Причина, потом только я дошел, действительно так. И когда расстреливали священца советской власти, враг народа, то после долгих размышлений я пришел к выводу, что действительно так, это враги народа. Вот что он пишет. Уже рядом перед эволюцией было. И они душили и душили его. А когда он выступал где, это было как у Радстока. Там улицы перекрывались этими кабриолетами. Ну, как сказать, на лошадях приезжали. Что у них там были? Кареты. Вот как дело там стояло. И вот в нашей книге это все есть. И кто-то понуждался? Нет. А вот если покажут что-то, и вот там выгибаются сексуальные, все такое. Ролик один нашел. Просмотров 6 миллиардов. А там ничего больше нету. Как они вихляются, как имитируют блуд. 6 миллиардов. Да достоин же мир того, чтобы быть утилизованным. Так и подумается иногда. Так будете еще считать? Или на следующем? Буду, буду. Конечно. Ну, смотрите. Давайте.